Коллектив «Триумф» существует всего года. За это время его участники стали лауреатами многих вокальных состязаний, среди которых и арт-вокации. Это смотр-конкурс художественных коллективов индивидуальных исполнителей учреждений высшего образования, основной задачей которого является выявление молодых талантливых исполнителей и раскрытие их творческого потенциала. Победа в арт-вокации стала дорогой к участию в студенческом Евровидении. Это единственный коллектив из нашей республики, который попал на этот конкурс как лучший. Потому что, опять же, повторюсь, что у нас существует конкурс арт-вокации, и там они как коллектив завершали финальный наш концерт. Молодежь всегда пытается как-то себя реализовать, и для меня это просто какая-то помощь, может быть, какой-то передача опыта какого-то, пусть небольшого, но все же. Да и в любом случае, с молодыми работать всегда очень приятно, особенно если случаются какие-то победы, какие-то достижения, какое-то продвижение вперед. Многочисленные репетиции, подготовки и мечта молодых артистов покорить Баку осуществилась. Подобный конкурс не имеет аналогов в мире, проводится в Азербайджане в формате Евровидения по 12-бальной шкале. Участие в Юни-Вижн подарило молодым артистам опыт и много положительных эмоций. Этот конкурс это большая возможность для любого из солистов и коллективов, это огромный опыт, колоссальные эмоции, новые какие-то, новые эмоции. Ты пополняешь свой опыт творческий и также ты знакомишься с новыми людьми. Были репетиции, нас спрашивали в деталях, что нам нужно для выступления, что нам нужно для пения, как настроить микрофон, что у нас с костюмами. Ну и конечно же мы познакомились с представителями 19 стран еще и это очень было интересно, потому что не только мы пели на своем родном языке, но и представители других стран, поэтому могли познакомиться с их языком, с их культурой. Молодые люди не стали победителями, зато у них прибавилось желание развиваться дальше. У вокалистов еще много творческих планов, поэтому они активно работают, чтобы снова и снова радовать своих слушателей.